Продолжаем выпуск. Треть казахстанцев ждут, что станут зарабатывать больше в следующем году. Представители каких профессий чаще других получают прибавку к зарплате и почему работники соглашаются на оклад в конвертах, расскажет Людмила Батюшкина. По данным ежегодного соцопроса Нацбанка, на зарплату живут почти 75% казахстанцев. При этом на увеличение дохода в следующем году надеются 36% населения страны. Немногим больше, не ждут изменений, а вот 13% настроены пессимистично. Сейчас я в декрете нахожусь. Будем надеяться, что у супруга все будет нормально и будут доходы. По-любому вырастут, наверное. Но если на месте не стоишь, что-то делаешь, пытаешься жить. Пока получаю пенсию, не жалуюсь. 120 тысяч получаю, а дальше не знаю, сколько что будет. При этом самыми высокооплачиваемыми становятся люди рабочих профессий. По данным Минтруда, в топе высокооплачиваемых вакансий главные строители, разработчики приложений и финансовые директоры. В Headhunter выяснили, что быстрее всего оклады растут у инженеров ПТО, сметчиков, автослесарей и слесарей-сантехников. Средняя зарплата – 303 тысячи тенге, на 15% больше, чем год назад. У Карагандинского центра трудовой мобильности другие цифры. Средние предложения колеблются от 200 до 250 тысяч. Максимальные – до 600 тысяч и выше у водителей автопарков и шахтеров, у инженеров, электриков и крановщиков – до 400. Работодатели и рады бы предложить больше, но не всегда могут это сделать, считают в ассоциации предпринимателей. Особенно сложно малому и среднему бизнесу. Чем больше заработная плата оплачивается, тем выше и налог, соответственно, оплачивается со стороны работодателя. Это порядка где-то 7 видов налогов. Это получается порядка где-то около 30% нагрузки, понимаете, то есть на фонд оплаты труда. К тому же и сами работники часто просят работодателей официально указывать минимальную зарплату, а остальное оплатить в конвертах. Причина в закредитованности – долгах по алиментам или другим судебным решениям. При этом две трети работающих казахстанцев вообще не имеют сбережений.